Продолжаем выпуск. В Таиланде погиб водолаз, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры. Ему не хватило кислорода. Спасатели продолжают бурить породу, чтобы вода выходила наружу, насосы не справляются. И чёткого плана по спасению, судя по всему, так и нет. Из Таиланда на связи со студией Сергей Менгажев. Сергей, приветствую. В каком состоянии сейчас дети? Да, здравствуйте, Роман. На самом деле, с детьми по-прежнему всё в порядке, потому что ещё накануне власти полностью обеспечены их продовольствием, тёплой одеждой, медикаментами. Единственная проблема возличается в том, что из-за того, что с детьми сейчас постоянно находятся взрослые, как минимум 10 человек в самой пещере, и очень много водолазов и прочих сотрудников спасательных служб работают в этом месте, там начал падать уровень кислорода. И для того, чтобы решить эту проблему, власти сейчас пытаются проложить специальный шланг для того, чтобы обеспечивать вентиляцию в пещере. Но главная новость сегодняшнего дня – это, конечно, гибель водолаза. Он погиб в час ночи по местному времени, когда устанавливал баллоны по маршруту предполагаемого спасения детей. У него закончился кислород, тело уже переправили в Бангкок. И эта смерть вызывает, естественно, логичный вопрос о том, насколько оправдан риск. Потому что один из вариантов спасения детей – это обучить их плаванию с акваландом и в сопровождении опытных дайверов вывезти из пещеры. Но вот если человек с опытом – это был отставной военный, который участвовал в операции на недобровольных началах, военный дайвер, и даже он со своим опытом не справился с этой задачей, то что нужно говорить о 12-14-летних детях, у которых вообще нет никакого опыта плавания с акваландом, не говоря уже о таких экстремальных условиях. Клеско всему, у нас прямо на глазах портится погода. Завтра предполагается, что возглавятся мыссонные дожди. И в этом случае вся работа по откачиванию воды из пещеры может закончиться без результата. Поэтому, как дальше будет поступать власти, пока неизвестно. Но вот на вопрос о том, как гибель водолаза отразится на дальнейшей операции, представитель власти сказал, что мы должны использовать все возможности. Спасибо. Сергей Менгажев рассказал о спасательной операции в Таиланде, где группу школьников до сих пор не могут вызволить из пещеры. Продолжение следует...